я с удовольствием рад читают твои посты и не только политические мне всегда нравятся кулинарные посты таки об изысках а пожарю к я сегодня сазаны на как рыбак я это понимаю часто готовишь дом стараюсь почти но иногда бывает так что вместе сами я готовлю не жена именно явно но вот сейчас пока супруга взяла воздеправление на кухне свои руки но тем не менее я все равно сейчас она выйдет на работу я отвою ее короче место начну конечно на нас думаем и думаем и какие блюда еще любимые нет обычно люблю простые такие блюда там же такое котлетки можно пожарить можно лишь помог свои данные так далее то есть простая мужская еда называется много и без изысков я всегда удивлялся столько разных тем и марат шибутов успевает все вот какие секреты многозадачности шибутова надо просто превращать свое хобби в работу работу в хобби хобби да и поэтому заниматься тем чем тебе интересно тем от чего тебе прет просто вот так да конечно это становится это не вынуждено нет это просто развлечение а если вы знаете развлекаться можно же хоть целый день и без всяких проблем то пока энергия есть но готов отвечать на мои вопросы честно конечно готов ну что ж тогда снимаем покрывала да и вперед в студию все наши достижения вот это вы меня обнулились и мы снова в девяносто девятом году все темнота впереди это не экономический кризис это фактически последствия как от войны что в казахстане она уже показала ого она очень много чего показала и самое хорошее то что они сделают и вертолет на раздачу денег пусть конечно сумма маленькая да но лучше маленькая сумма чем вообще никакой и все и все это зона экономического бедствия у нас в гостях член национального совета общественного доверия при президенте рк член общественного совета алматы политолог марат шибутов первый вопрос о том что касается всех нас пандемия коронавируса карантин вот как политолог дайте оценку какие последствия для страны вы ожидаете ну в первую очередь конечно это мощный экономический кризис который нас откидывает я думаю где-то в год так 98 99 то есть ну даже я бы так сказал тот же те же пресловутые 42 500 до это те самые 100 долларов средняя зарплата 98 99 года и цены на нефть которые там в 99 году были 11 тире 26 долларов сейчас мы это видим и и на мировых рынках то есть мы видим во первых падение спроса во вторых падение цен потом дальше это будет при активный передел рынка заново допустим вот сейчас мимо наших сми почему-то прошло то что вот мы сокращаем нефтедобычу в рамках опек плюс сделки опек плюс это где-то примерно на 13 миллионов тонн это 390 тысяч баррелей в день это 13 миллионов тонн извините вот насколько а своевременные и адекватные меры принимают наши власти но я бы так сказал что то основное и самое хорошее то что они сделают и вертолетная раздача денег то есть я бы не представляю чтобы было с нашему принципе экономикой с нашим народом если бы не выдали бы эти пресловутые 42 500 до то есть мы же видим что раз она назначили да то есть после проверки уже это 3,7 миллиона 3 миллиона 700 тысяч у нас вся рабочая сила 9 миллионов 200 тысяч понимаете это уровень безработицы все 40 процентов понимаете ну на что покупать еду зачем платить за квартиру и так далее так далее то есть это помогает пережить допусть конечно сумма маленькая да но лучше маленькая сумма чем вообще никакой понимаете потому что во многих странах и такого нет представляете то есть вот представьте вы сидите работы нет и денег нет вообще то есть это пока смягчило да ничего не понятно то есть насколько у получится спрос да допустим на медь на нефть на это никто не знает антин по последствиям это не экономический кризис это фактически последствия как от войны и понимаете а это намного тяжелее и намного серьезнее будет очень хорошо если мы концу следующего года вернемся к показателям 2019 если пандемию рассматривать как лакмусовую бумажку вот что в казахстане она уже показала ого она очень много чего показала да то есть ну начин начиная с того что у нас 15 лет оказывается не готовили эпидемиологов да вы на пиологов у нас 800 вакансий да заканчивая тем что допустим у нас сайт электронного правительства не выдерживает допустим на настоящего наплыва допустим посетителей то что у нас чиновники отвыкли говорить так что народ понимал сразу они путем допустим истолкования что мне приходится допустим делать да то есть переводить чиновничьего канцелярита да на нормальный человеческий язык то есть вот это понимаете тут у нас очень много чего показала то есть но основные конечно проблемы это конечно медицина да второе это рынок труда оказалось что он вот такой очень хрупкий мягко говоря мы узнали настоящую безработицу потом дальше следующая у нас а проблема допустим продовольственной безопасности встала да то есть проблема со складами там и так далее и еще одна очень такая очень нехорошая проблема это районы около мегаполисов завязаны только на мегаполис то есть у них даже у людей нет ни скота хотя живут в селе не огородов они целиком направлены на работу в городе мы отсекаем их карантином и все и все и все это зона экономического бедствия нас всех должна радовать риторика правительства которая заявляет о выполнении всех своих социальных обязательств перед населением но я имею ввиду прежде всего 42 500 и остальные преференции но не кажется ли вам что вот социальная нагрузка на бюджет страны она слишком большая неподъемная ну я бы так сказал что при желании да я делал несколько исследований по квази государственным секту там по остальным этим при желании вполне можно найти там 300 400 500 миллиардов 500 миллиардов в бюджете можно найти очень даже спокойно но это дивиденды квази государственным этим бюджетные кредиты допустим это вливание в уставные фонды тех же квази государственных если это сделать можно даже и до триллиона дайте понимать найти спокойно то есть это не такая проблема то есть главное просто они они поймете сопротивляются чтобы у них изымали деньги это что же непростые люди помните же всегда и не для этого квази государственный сектор создавался чтобы так просто отдавать деньги в бюджет насколько правильным было решение списывать вот те потребительские кредиты прошлого года ну я бы так сказал мы видим на что уже видели 100 процентов беззаботиться в результате вот это всего а если бы еще и потребительские кредиты были понимаете то есть если мне это еще нагрузка да то есть мы еще не знаем как вот этот объем то уже с после списания до кредитов мы люди закроют а если бы мы не тогда не закрыли это вообще бы было ну не знаю там у нас были летом было массовое банкротство людей в принципе ну так просто разорение то есть та грань которая отделяет бедных от нищих да она была ее бы перешли бы миллионы людей может быть вот этот момент такого кризиса у президента и правительства на именно в этот момент хватит сил повысить эффективность груз аппарата чтобы чтобы вот вы сделали на их месте мы же помним времена когда не было ни сам рук казаны не бойти река насколько нужны эти квази государственные образования не нужны на самом деле вообще не нужно я вообще много раз предлагал что что смысле там же есть пара такое правило желтых страниц где есть бизнес который вот в справочнике желтых страниц там не должно быть государств то есть она это повышает коррупцию это неэффективно и тогда пусть государство все приватизирует есть на это покупатели и так далее уйдет с этого рынка заодно если хочет что-то оставить это пусть будут какие-то инфраструктурные вещи которые поддержку типа почты которых принципе бизнеса не сильно интересы в силу малой прибыльности или там длительного окупаемости и так далее соответственно она сразу сократит это и соответственно другой стороны вы не забудьте что у нас государства для государства да весь квази государственный сектор убыточный она вливает в него туда там 300 500 миллиардов тенге тенге а получает прибыль в него в районе до 50 миллиардов понимаете то есть они на самом деле для государства как акционера до убыточные вот коронавирус показал что город действительно стал чище что стало чем дышать наконец-то да ну понятно что машин стало кратно меньше и выбросов меньше еще конечно время года такое весна отец работала сейчас перестала работать вот как все равно работала 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 15 апреля а можно ли этот смелый эксперимент если так выразиться при негативной ситуации продолжить по автомобилям которые вышли из города не возвращать их либо движение автомобилей которые уже есть алматинских автомобилей сократить есть же несколько вариантов есть несколько моделей тогда я оставить их во дворах да и но я вижу только два радикальных только момента до которые могут в наших условиях при нашем законодательстве сократить количество автомобилей да то есть это общая нам направленность бизнеса алматы на то чтобы брать на работу алматинцев они жители пригорода которые вынуждены ездить на это это раз второй путь это развитие придорожных пригородных электричек до которые бы приходили бы допустим на вокзал алматы 2 или алматы 1 допустим соответственно чтобы не было въезда машин и они не парковались это есть люди ездили на электричество в том же москве в санкт-петербурге во многих других городах соответственно и следующее это шаг это конечно или у нас должен быть сеть трамваев которые позволяют перевозить газ здесь особенно делать вот эти длинные такие там вайках поезда они позволяют нагрузку сделать или мы должны строить метро то есть но я вот съезжу постоянно в москву да я вижу что допустим вот собянин да то есть по 20 станциями 100 метров год понимаете стоит вот это московская железная дорога до которая круг кольцевая кольцевая да она это допустим а экспрессы да которые сейчас не только с собираются этого с аэропортов но еще по дороге там и так далее электрички и вот это реально у хорошо работает на танц только так можно сделать потому что ну можно конечно там повесить табличку и на огороднем въезд запрещен но это по конституцией нельзя вы даете анализ событий которые происходят и в экономике и в политике и в экологии в других сферах а какая из них вам ближе всего вот в какой сфере наиболее комфортно работать да мне без занято в принципе дело в том что чем больше как бы опыта тем бог не комфортно с одной стороны с другой стороны любая новая сфера когда ты в нее погружаешься узнаешь и она всегда дает эффект новизны а это всегда очень 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 радует меня как исследователи в принципе как любознательного человека сейчас какое-то время пришло время экспертов очень многие дают оценки или советы но зачастую не имеют ну малейшей компетенции почему так получается силу быстроты допустим до получения данных и огромного количества возникает иллюзия доступности знаний они на самом деле так скажем гораздо менее доступны чем это кажется и допустим очень многие вещи да то есть необходимо знать тонкости которые в принципе ну так скажем для большинства не видны плюс не надо забывать что у нас снижается так скажем потребительские вкусы да люди уже не понимают такие сложные вещи и поэтому соответственно при понижении уровня соответственно возникает так скажем иллюзия порога входа давайте вернемся все-таки к экспертом вот взять пример экология я вижу попытки некоторых граждан хайпануть на этой теме в фейсбуке куча экспертов которые даже вот деревца в руках не держали но позиционируют себя спецами в экологии я знаю что вы работали в казэкологии 11 лет вот хочу ваше мнение услышать по тест 2 по проблемам воздуха в нашем городе если бы т2 стояла в чистом поле да можно было до сказать вот мы там взяли допустим посчитали во-первых расчетным путем до концентрацию загрязняющих веществ потом дальше мы сделали допустим по основным направлением ветра да и на разных расстояниях пробы причем это же делается не просто так да тоже это по гостам делается соответственно из гост и методики по которых мягко говоря права профаны не знаю да то есть которые работают где-то с 80-х 80-х годов и там уже европейский опыт у нас внедренный тогда а для города да где вы допустим вы можете встать допустим вот на перекрестке да и думать что измеряйте тэц но на самом деле вы измеряете не тэц а за допустим за забором стоит допустим маленький цех да допустим где сжигается допустим топлива да там дизель-генератор и вы на самом деле измеряете дизель-генератор то есть тут надо я уже предлагали же в общественном совете это сделать пдв города то есть проект предельно допустимых выбросов где бы были бы учтены выбросы всех предприятий города и тогда можно было там строится специально огромная модель то есть и вне вычисляется вклад каждого именно источника и вот можно было бы тогда только измерить вклад тэц 2 понимаете то есть а в результате того что у нас во первых огромное количество стоит промышленных предприятий до в нижней части города да не забывайте допустим у нас есть два металлургических завода допустим того кастинг да там и диплавинные еще это металлургический да допустим еще куча есть других этих у нас есть частный сектор у нас есть автомобили у нас есть в этих условиях измерять допустим вот так вот сказать говорить о тэц да там это на мой взгляд это неправильно а какие еще проблемы экологические в алматы нужно решать в первую очередь и как решать ну на мой взгляд у нас сейчас две мощные проблемы то есть это замусоривание век да то есть мы конечно видим допустим ту же лесновку большую мало алматинки да но мы их видим до определенного уровня да что там дальше ташкентской да мы мягко говоря там картина очень очень неприглядна с одной стороны с другой стороны когда вот мы сделали в бетоне да все и вот этим каскадом да мы убили всю водную живность на самом деле то есть вот этот водопадик он убивает вообще все все живое всю биоту и то же самое же вот этот вывоз листьев да который нарушает круговорот биогерохимический это влияет на заболеваемость растений потому что они не получают питательных веществ ну и соответственно это вырубка в общем зеленых насаждений на это то есть у нас пока очень он только кажется что у нас большой лесной фонд на самом деле он маленький то есть потому что у нас есть вот особенно в присоединенных районах у нас там нет парков на самом деле вы член национального совета при президенте эта структура очень бурно обсуждается в соцсетях с точки зрения эффективности и пользователи также дают ей оценку через или любовь или не любовь основной любовь до и к тому или иному членом сот эта структура рабочая вообще расскажите что уже удалось сделать ну так скажем что удалось сделать мы сделали пакет предложений а дальше уже шла работа администрации президента потому что они взяли этот пакет и там сделали от законов там допустим то что важно для журналистов сто семь четвертая статья сто тридцать первая статья там сжигание розника клевета да там это переводится административку уменьшается наказание допустим да то есть есть новый закон о мирных собраниях я падаю недоволен потом дальше есть поправки закона выбор закон о политических партиях я бы так сказал сказал что есть много разных экономических этих но это как отвечал за в группе был по политическим и формам я бы отвечаю только за них но я бы так сказал что далеко не все сделано из того что можно было сделать хорошо тогда дайте оценку политическому транзиту который у нас состоялся в марте прошлого года по пятибалльной шкале насколько это было сделано какой точки зрения смотреть с точки зрения граждан с точки зрения участников с точки зрения гражданина казахстана конечно ну я бы оценил где-то это на 4 4 нет не 5 конечно но и не 2 алмата в градостроительном тренде вспомните я на гейла алматы правильно развивается сейчас на ваш взгляд ну в основном у нас восприняли я на гейла только в порядке организации общественных пространств но не в порядке застройки когда у нас втыкают вот допустим там штук десять многоэтажах двенадцати пятнадцати там двенадцати этажки 15 этажки дам допустим да это превращается мод потому что постоянно поисковые жалобы и поступает в гетто то есть но то они там взяли маленькую площадь но зато типа мы много квартир сделать и что происходит на следующий год приходят люди говорят а где наше это детский сад школа школа магазин сквер стадион где там детская площадка а нету мы воткнули их вот так что это надо или нагружать уже существующие да в других кварталах и в результате у нас в школах там в три раза больше численность чем по нормативу да или соответственно опять допустим строить школы далеко раз далеко значит должны люди иметь что машины ездить далеко соответственно они перегружают дороги перегружают дороги и у нас получается другая проблема то есть на самом деле если мы вот когда вот так стоим да мы получаем быстрый положительный эффект и длительный негативный эффект постоянно потому что это муравейник мы уже в тем же я нам делаем другими архитектами было доказано что в таких вот высоких зданиях не возникает социальных связей соответственно и возникает это так скажем очаги преступности потому что там везде снимают квартиры там проститутки наркоманы притоны там и так далее и так далее люди не знают ни соседи нет соответственно не могут опознать него они это не тогда то есть и соответственно это это плохая среда низкие низкие цены и соответственно там все время понижается уровень то есть она уже люди распробовали понимаешь вот он стоит да вот у него там вот так четырех этажки четыре двенадцати этажки стоят где даже внутри солнца нету во дворе да и там половина зданий до половины этажей вообще никогда не видит солнца потому что друг друга перекрывает он понимает что тут ничего это тут лучше не жить соответственно уже видимо осталось при убедить только одних людей это заст наших застройщиков но я думаю что сейчас все-таки люди будут гораздо более разборчивы в деньгах потому что их нету соответственно застройщикам все-таки придется нормальные дома строить потому что европейский стандарт это 5-7 этажей это нормальный двор это в нашем ну допустим хотя у европейцев он там они так с друг другом соединены дома в квартальную застройку но у нас как бы землетрясение у нас два раза город полностью стирался с лица земли земли у нас как бы надо делать разрывы иначе мы там все погибли вот стандартная пятиэтажная застройка когда микрорайоновская когда у тебя рядом школа все в пешей с доступности о чем говорил байбек еще на это полицентричный город это все продолжается сагентарем в городе безака и у нас должны возникать вот такие вот микрорайоны где плюс еще будут рабочие места где будут офисы вывели такой вот новый термин очень любопытный приемлемый уровень среднего образования что под этим подразумевается я бы в простой пример привел бы да человек сидит в банке да берет кредит да вот когда ему менеджер говорит да то есть я хочу занятым 500 тысяч деньги и менеджер говорит а вот это будет там на три года а это будет вот что такой-то ежемесячный платеж вот когда человек возьмет потом этот ежемесячный платеж умножить на 36 месяцев потом отнимет от него 500 тысяч да и поймет сколько он переплачивает за кредит да вот это будет приемлемый уровень образования пока у нас люди это не умеют делать и мягко говоря считать тоже не умеет да вот когда он сможет это называется функциональная грамма то есть вот тогда я скажу у нас приемлемый уровень среднего образования которые в принципе близок к стандартам уэссер и там по их там шкале и математическая грамма то есть он где-то там третий уровень или там 4 вот так мы пока на первом каждый год растет число абитуриентов уезжающих на учебу за границу возвращаются не все а если у казахстана шансы стать привлекательной страной для нашей молодежи нет вообще никаких все новым на то впереди ну да потому что смотрите вот до еще карантина нпп проводила опрос среди там 600 тысяч что у них из полета было там по поводу потребности в специалистах на 5 выпускников вузов было всего 1 вакансия это еще до карантина у нас идет цифровизация у нас идет автоматизация у нас рабочее место становится все дороже то есть в промышленности рабочее место стоит в обычной промышленности миллион долларов в высокотехнологичные 2 миллиона долларов то есть чтобы работало 100 человек надо построить завод стоимостью от 100 до 200 миллионов долларов вот так ну таких инвестиций нет соответственно делать больше нечего вот какие реформы нужны для системы высшего образования чтобы выпускники школ оставались в нашей стране то есть если у вас там поступило 100 человек а дошло до 4 курса выпускается 80 человек у вас плохой вуз вас плохой вуз понимаете вот в нынешней системе у вас должно дойти там 30 человек понимать то есть надо больше отсеивать нужны нормальные деньги то есть по идее до начинается все с оплаты педагогов то есть сейчас очень низкие зарплаты соответственно и учебные планы и сами программы стоятся из серии не из того что нужно выпускнику да а из того что у вас есть люди которые там работают за 100 тысяч тенге ты он завкафедры спрашивает отчет умеешь преподавать у него там есть там пять книжек он вот я вот это вот это вы вот этому он берет это пихает это в учебный план и соответственно учат абсолютно не тому что нужно я хотел поговорить о финансовых пирамидах и их жертвах это одна из обсуждаемых тем последних месяцев насколько наше общество финансово безграмотно и как с этим можно бороться хочу услышать рекомендации от марата шибутова но финансовое мошенничество в казахстане сейчас настолько в связи с дебилизации населения да иначе не скажешь она настолько стала тупой и простое да что ну не знаю там вот когда вам приходит ссылка до там ваш вы оштрафованы за карантин да это просто не нажимать ее и все вот и все допустим это вот от мошенничества или допустим когда вам звонят и говорят ваш сын сбил человека вот сейчас тут полицейские надо ему завести деньги там и так далее вы хотя бы вспомните что у вас сына нет а там две дочки потому что у нас случаи есть когда люди не имея допустим сына допустим отдавали деньги все ну то есть на полном этом серьезе или допустим то вот мошенничество знаменитая в астане которая за два года 500 людей за это заставила взять кредит она просто же говорила людям давайте ты незнакомым понимать незнакомым абсолютно людям ага давай ты возьмешь кредит на себя отдашь его мне а я потом его выплачать дам тебе 20 процентов и люди не первый раз ее видя да они все равно верили и отдавали бали кредиты давали деньги ну что ж спасибо за такие крутые ответы очень интересные креативные гостем нашей программы был известный казахстанский политолог марат шибутов всего доброго